Доброе утро на РБК региональной новости. Меня зовут Маргарита Гафарова. Сезон начался, а спрос невысокий. Предприниматели в сфере свадебной индустрии говорят, что пандемия отрицательно сказалась на бизнесе. Большинство пар либо переносит торжество на более поздний срок, либо вовсе отменяют. Как рассказали РБК Уфа, если в феврале и марте еще поступали заказы, то начиная с апреля спрос упал практически до нуля. Сейчас, несмотря на ослабление ограничительных мер, в республике сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе и торжественную регистрацию брака. На церемонии разрешено присутствовать только молодоженам и сотруднику ЗАГСа. Не проводятся и выездные регистрации. Между тем, формируется отложенный спрос, который позволит выйти из кризиса, отмечают специалисты в сфере ивент-индустрии. Одна из мер сохранения бизнеса – это онлайн-направление, консультация пар, обучение эффективной, грамотной, самостоятельной подготовки к свадьбе. Вообще онлайн-работа у нас не прекращалась, так как я удаленно веду подготовку свадеб для семи пар. Три свадьбы уже состоятся в течение следующего месяца. По данным Госкомитета по делам юстиции, с января по мая этого года, в Башкортостане зарегистрировано около пяти с половиной тысяч семейных союзов. Из них почти две тысячи в Уфе. Для сравнения, в прошлом году за тот же период в регионе официально оформили отношения более шести с половиной тысяч пар. Из них более двух тысяч трехсот в столице республики. В Башкортостане в мае количество вакансий, которые разместили индивидуальные предприниматели, выросло на восемь процентов. Это свидетельствует о том, что в республике оживает частный бизнес, считают эксперты рекрутинговой компании Headhunter. Согласно исследованиям, увеличение произошло по сравнению с апрелем. Но относительно марта количество предложений о работе сократилось почти наполовину. Всего за три весенних месяца работодатели разместили порядка восьми с половиной тысяч вакансий. Самыми востребованными стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами. Также компании активно ищут бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов. Чаще всего в поиске сотрудников предприятий сфер IT и интернета, строительства и недвижимости, а также розничной торговли. С учетом всех тенденций, малый и средний бизнес, который удалось сохранить, ждет медленное восстановление уже летом, считают специалисты агентства. Два башкирских вуза в числе 100 лучших в России, по мнению рейтингового агентства РАЭКС. Аналитики составили девятый ежегодный список. В него вошли Уфимский нефтяной университет и медицинский. Для расчетов эксперты использовали статистические данные, а также результаты опросов свыше 60 тысяч респондентов, представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей. Итак, исследование показало, за год заметно увеличилась активность вузов в области научных исследований. Количество публикаций выросло более чем в три раза. Эксперты отмечают и прогресс в области международной интеграции. Средняя доля иностранных студентов в топ-100 вузов 2020 года составила более 10%, тогда как три года назад показатель равнялся восьми. Главная негативная тенденция – кадровая. Число штатных преподавателей ежегодно снижается, начиная с 2014 года. Что касается рейтинга, лидеры отстояли свои позиции. Возглавляет список МГУ. На втором месте Московский физико-технический институт. На третьем Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ. Башкирский медицинский университет занял 84 место, ухудшив позиции прошлого года на 19 пунктов. Уфимский нефтяной университет, напротив, улучшил свой показатель. В 2019 году вуз был на 56 месте, в свежем рейтинге занял 49 строчку. Такое улучшение рейтингов позиции университета стало возможным, видимо, за счет того, что в последнее время мы взяли резкий крен на интернет-сизацию образования, что автоматически повышает его и международный статус, и качество подготовки. Например, только в этом году мы запускаем сразу три образовательных программы, которые будут реализовываться совместно с Миланским технологическим университетом. Олег Баулин также рассказал, приемная комиссия УГНТУ начала работу. На сегодняшний день принято уже более 500 заявлений от абитуриентов. В этом году в университете за счет государства сможет учиться на 350 студентов больше. Такое значительное увеличение количества бюджетных мест произошло впервые за последние десятилетия, отметил ректор. И в продолжении темы. Сегодня в Уфимской мэрии обсудят особенности предстоящей приемной кампании. Брифинг пройдет в онлайн-режиме. Прямую трансляцию можно посмотреть на ютуб-канале муниципалитета. Участники расскажут о нюансах поступления в вузы и среднее профессиональное учебное заведение. Начало в 16.00. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют. Американская валюта снизилась в цене на 27 копеек и курс составил 69 рублей 48 копеек. Евро минусует 66 копеек, курс 78 рублей 38 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка и продажа доллара в банке Финам по 69,55 и 69,99 соответственно. Наиболее выгодный курс покупки евро в Запсибком банке по 78 рублей 30 копеек. И продажа евро в банке Финам по 78 рублей 68 копеек. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБК.